Там уже были проведены соответствующие профи, продажи и объявления. Мы летим в Казахстан, мы летим в Армению по этому поводу в этом году активизировать ситуацию. И поэтому мы планируем, что российские брокеры, которые выставляют партии на биржу, получают возможность одновременно выставить свое предложение всей России, включая возможности экспортных поставок. Поэтому это реальная биржа и разговор, как это работает, как на этом зарабатывать, Владимир Федерального научного центра экологической системы и агротехнологии Академии наук. Он возглавляет тот самый институт мясного скотоводства Оренбурга, в прошлом, как он назывался. И именно этот институт с далеких 2005-2006 годов радовал за появление мясного пояса России и за появление мясного скотоводства в раздельном планировании. Несколько слов о этой работе, Слава Леонидович скажет. И в то же время, в 11.15, он будет делать доклад по этой теме на мероприятии Академии наук. Если у кого-то в зале возникнут вопросы, формат мероприятия составляет любой момент, любому задавать вопросы. То есть у нас сейчас совершенно открытая площадка, без презентации. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу в первую очередь вас поздравить в Котянинии днем, в Доме и Денка. В Котянинии день, да. В Котянинии день, да. И пожелать вам, конечно, успехов в работе. Сегодня мы с вами собрались на масштабное мероприятие, которое имеет некие подразделы, и решает одну важную задачу развития местного светового светового. Что я хочу сказать о Центральном оборудовании. Это до ротации, до объединения, это институт местного светового светового, всероссийский, всесоюзный. Это главное предприятие в России, которое занимается поведением новых пород, разработкой новых технологий. Ну и, соответственно, данную цель мы также преследуем. Также мы работаем вместе с ведущими насыпудами, с ведущими лабораториями. И сейчас, на данный момент, когда у нас возникает вопрос о цельсообразности неких движений, мы всегда работаем в том направлении, когда это очень важно для развития удовольственной, или для обеспечения удовольственной безопасности. Сейчас в нашем Центре мы свою линию продолжаем в этом году. В прошлом году новую линию Холмутского острота мы утвердили, сейчас работают в Кабардино-Балкарии по этому направлению. И, конечно, Оренбургская область является традиционной площадкой для развития местного скотовогоства, поэтому много площадей, много пастыщ, много возможностей. И сейчас у нас совместно с Союзом производительных правительств мы внедряем в малых предприятиях и кластерную модель, которая, в дальнейшем, будет для нас очень важна, показательная и масштабирована для других регионов России. Ну и хочу пожелать, естественно, спасибо большое. Повторяю, наш разговор строится как диалог, поэтому нечестняйся задают вопросы, если есть. Значит, следующим человеком, который я хотел бы представить, всем, кого я представляю, это наши спикеры следующих мероприятий, чтобы вы успели познакомиться с теми, с кем потом можно будет пообщаться, в том числе и на стенде. Это Сергей Николаевич Нистеров. Человек любопытный, связанный это с тем, что он бизнесмен, который занимается сирпозтехникой, успешно, долго, но он решил помочь фермерам и создал семь лет назад кластерную модель Вологодской области в системе коопераций. И эта модель сегодня является при всех своих промо-показателях большей частью мясного скотовоза Вологодской области вообще. Как выяснилось недавно, со стороны правительства сказали, что он, оказывается, мясной олигар в области. Вот, если никогда про себя не думал, да? Тем не менее, мы говорим о том, что все разговоры про то, что мясное скотовозство как кластер, это что-то такое, а где посмотреть? Друзья мои, семь лет восьмой год Вологодская область без серьезных поддержек со стороны государства кластерная модель от маленьких фермеров, которые занимаются только маточным, до продажи скота на кормочной площадке. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Роман. Добрый день, друзья, коллеги. Рад приветствовать. Очень приятно, когда собирается народ, для того, чтобы послушать, услышать и, наверное, поделиться мнениями. Надеюсь, у нас еще будет чуть больше народу, когда приедет в следующем выступлении. На самом деле, да, мы семь лет занимаемся разведением породы Гординатус. И на сегодняшний день у нас в кооперативе порядка семи фермеров. Два года назад мы оформили юридический кооператив. До этого, понятно, мы проводили работу как опорный фермер, ну и непосредственно, как это полагается, помогали друг другу фермер-фермер. Фактически сейчас мы оформили это все юридически и работа идет уже полностью официально со всеми вытекающими. То есть мы оказываем как опорный фермер, как кооператив, мы оказываем полный комплект услуг для наших фермеров, начиная от обучения, разработки бизнес-клана, помощи в организации пространства, юридическая помощь, ведем за них полностью бухгалтерию, помогаем с подбором животных, с ветеринарией, с зоотехнией и тем самым полностью вводим наших фермеров с нуля. То есть наша идея в Вологодской области реализовать проект, когда в каждой деревне, которая есть вокруг 300-400 гектаров, а как вы знаете, Вологодская область это не Чернозерие, соответственно, там зарастающих полей и заброшенных деревень очень много. Но на самом деле очень хорошо, что остались еще люди, которые готовы работать. На самом деле у нас фактически уже очередь сформировалась потенциальных фермеров, которые готовы поступать в кооперативы, которые готовы работать. Поэтому за эти 7 лет делом достаточно много, как сказали, да, олигарх местный, но это на самом деле реально местный, потому что объемы скота не такие большие, но при этом показатели именно по производству достаточно неплохие, не выхар телят есть и, соответственно, рентабельность самого фермера, что самое главное, она действительно присутствует. То есть, конечно, это небоснословные деньги, но если фермер зарабатывает одной своей семьей 150 тысяч в месяц, для деревни это очень хорошие деньги. Поэтому это фактически показатели, которые мы выполняем, плюс, конечно, есть и государственная поддержка, хотелось бы ее немножко больше, но здесь немножко сложнее с точки зрения законодательства и движения. Более подробно я об этом буду рассказывать чуть позже, но в целом, если есть у кого-то какие-то вопросы, я могу поделиться и по юридическим моментам, как оформить спот, как организовать работу и так далее. То есть, вот эти все внутренние кухни я могу рассказать более подробно индивидуально, ну и сейчас или после соответственного совещания. Спасибо, Роман. Спасибо, Сергей. Мы буквально готовы делиться этой информацией без вопросов, потому что наша задача не константин продавая свои знания, наша задача как Рослевого Союза от них членов Союза максимальное распространение знаний о том, как заниматься мясном скотоводстве. Если хотите, у нас огромный коррестный интерес. Члены нашего Союза, желающие производить говядину, нуждаются в сырье. И чем больше мы положим фермерам стать на ноги, чем большему числу фермеров мы положим создать маточное поголовье, тем больше мы сможем для наших уже более крупных партнеров найти сырья. Поэтому, в данном случае, мы заинтересованы в максимально широком распространении знаний, как фермеров зарабатывают деньги, держа маточное поголовье. Но любые знания начинаются с информации, с обмена информации, с умения видеть эту информацию. И поэтому я представляю человека, который у нас занимается именно этим. Это директор Национального Союза производителей говядины по связям с общественностью и человек, который занимается у нас пиар, пиджар мероприятиями это Дмитрий Ловичников. Его прямая задача в Союзе разговор, его прямая задача в Союзе контакты, блогерство и прочие мероприятия. Дима, тебе. Добрый день, коллеги. Действительно, предприятие производства приобретает несколько другой формат. осознание того, что мелкотоварное производство очень благоприятно исказывается и на развитии локальных экономик, также и взаимодействие с крупным бизнесом, которое напрямую уже видит интерес и возможность организованно с ним взаимодействовать, что важно, открывается больше и больше перспектив для того, чтобы это развивалось. Но это сейчас в работе с регионом и тут рядом регионов ощущаем очень отчетливо и сигнал мы получаем достаточно серьезный с точки зрения того, что да, власть видит перспективу готового организовывать взаимодействие белкотоварных организаций с опорным бизнесом на территории и крупным бизнесом как индустриальный партнер, заинтересованный в целевом потоке. Вопрос сырья в местном скотовостре сами знаете, стоит очень остро. Естественно, наше предложение, которое Союз вырабатывает вместе с коллегами и с научным сообществом, как раз нацелены и на решении конкретных этих проблем. Но необходимо всегда при обсуждении тех или иных задач видеть главное. А главное это человек. На самом деле со всеми цифрами, лозунгами и так далее нужно попытаться не забыть того самого человека, который в общем-то собирается этим заниматься. И это очень важное обстоятельство, которое иногда уходит из-под внимания, но из этого момента ничего не возникло. потому что ни сам кооператив, ни самые те самые пресловутые инициаторы и лидеры конкретных территорий они все выстраивают через человеческие отношения. Также и вопросы кооперации. Казалось бы, простая задача. И все ее понимают, почему-то как бы считают очень доступным, но сталкиваясь с практическим применением совершают одинаковые ошибки и как правило ничего не получается. мы пытаемся объяснять, пытаемся решать развязывающие звуки, которые мешают на самом деле видеть друг друга, слышать друг друга, взаимодействие между собой. Еще раз хотел обратить внимание, что именно элемент и кластерных взаимодействий, и кооперационных связей это не означает некий совместный труд, это не колхоз. Это взаимодействие по ряду задач, которые необходимо делегировать и вместе сообщать, решать. поэтому тут принципиальное знание того, что для конкретного субъекта мелкодоварная производство ничего не меняется, но как был собственник из своего бизнеса, так и остается. Просто ряд вопросов он решает, сообща с другими. И это знание порой для некоторых бывает просто откровением. понимая, мы опять же союз Роман Шлавович постоянно нюхтонно об этом говорим, потому что понимаем, что погружение в тему иногда затрагивает или необходимо какое-то время для того, чтобы это осознание пришло. Мы используем в своих наработках и в своем информационном постыле и свой личный опыт, и опыт наших коллег суббежных и в общем-то международный опыт, который в принципе достаточно длительный. И сейчас, допустим, в Казахстане, вы знаете, развивается очень сильно попытка мясное скотоводство сделать опять драйвером развития сельских территорий. Мы очень активно за этим наблюдаем, очень хотим, чтобы у наших коллег получилось, потому что мы примерно то же самое или скажем то же самое хотели бы видеть здесь, в России, потому что потенциал, об этом говорят эксперты международные везде практически. Две страны, которые могут себе позволить развивать мясное скотоводство, кто имеет банки, это Казахстан и Россия. Мы не хотим упустить свой шанс, мы хотим, чтобы это было действительно востребовано и дало свои плоды. Поэтому вот вперед. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Друзья, если есть какие-то вопросы, отлично. Всем добрый день, Гаврил Гранитов-Денич, Национальная ассоциация заводчика Биеворского Скота. Как раз в преддверии того, что будем говорить о малом бизнесе, о том, что сейчас говорили, хотел бы узнать ваше мнение о том, как сказать, ударе, про который нам рассказывали вчера, про навоз, про ППК российское, РЭО, российские экологические операторы. Значит, просвещу. Теперь навоз третий класс опасностей, третий класс опасных отходов. Покрышки четвертый, навоз третий. Значит, дальше нам предложили два варианта. Первый вариант. Пребудут ребята в костюмах с ним защитить и, видимо, не вывезут нас с навоз за какие-то огромные деньги. Второй вариант. Вопрос уже задан? Да. Значит, перед вами я же могу сдать. Перед вами сидит эксперт национальной местной ассоциации, который положил не один год для того, чтобы спасти всех нас от проблем с навозом. Вот, Максим Щенек, я прошу всех поклон душа. Он лично это делал. Он лично пробивал в правительстве Российской Федерации во всех кабинетах исключение навоза как опасных продуктов. И существенная часть защиты нашего бизнеса, это его просто вот буквально желание круглыми сутками убеждать чиновников правительства Российской Федерации в том, что было. Включая Высший Совет Совета Федерации, через который он действовал, Государственные думы. И нам удалось все-таки создать ситуацию, при которой надо внимательно читать документы. Для пасмичного мясного скаководства вопрос отсутствует. Отсутствует. Для окорничных площадок накопительных необходимо правильным образом информировать против космодзора об этой работе и снимать с вами. мы говорим о том, что химзащита появляется и человек игнорирует закон Российской Федерации и никого не предупреждает, что он в этом месте его складирует. Предупреждает ни разрешения, ни сертификации, ничего. Его он должен извести письменно Российской Федерации о своей площадке. Все. Поэтому это вопрос внимательно. Я другое ждал от гири форщик. Мы говорим о том, что сегодня, друзья, вчера мы с Гордеевым отдельно после выступления беседовали. Все-таки человек, который доставь всему местному скандалу России. Это лучший, на мой взгляд, министр, который был в России за последние десятилетия. Так вот, мы с ним когда общались по поводу племенных вопросов. Это аккуратно. Он сказал о том, что появление ассоциаций это сложнейший вопрос, откуда они должны возникнуть. И вот тут я сразу с вами говорю по-человечески. Все, что может возникнуть, это деньги. Есть деньги, что возникает. Нет денег, вопрос, почему я могу себе позволить этим заниматься без денег, почему у меня есть деньги в другом месте. Поэтому сегодня ФМЦ, которая нам помогает идеологически, Национальная местная ассоциация, которая дает нам методологически многие вещи мирового плана, Национальный союз вместе с компанией Айон и Тех, которая нам дает цифровую платформу, говорить следующее. Друзья мои, ассоциация по пороге, торгующая через биржу, с которым своих членов, получая полтора процента с продажи, финансирует свое существование, формирует базу данных трассировок, формирует понимание, что она делает, отвечая за вопросы перед покупателями со своим членом и создавая реальную нужность себя, как ассоциации на рынке оборота, делового, деньга. Не надо ждать нового министра, сельского хозяйства, который крикнет, я готов сделать себе характерием, мы сейчас выберем лучшего переходчика и ему поручим делить бюджетные деньги. Этого не будет. И поэтому мы давно сказали, хотим роста внимания к ассоциациям по пороге, а ассоциация по пороге берет своих членов в руки и говорит, друзья мои, мы с вами централизованно выставляем на цифровую биржу континента, ассоциация осматривает ваших животных и вводит цифровую базу данных все их параметры, как я сказал, их статус, их возраст, их племенные данные, и покупатель знает, что ассоциация отвечает перед ним, что она выставила лот максимально честным. Понимаете, в чем дело? И вот эти полтора процента получаем два процента, десять, как договорились, с заводчиками, деньги, которые заводчики платят за работу ассоциации, что она помогает им продать свой взвод удобно, выгодно и качественно, и финансирует появление в России ассоциации по парольам. Вот это решение, которое лежит в руках вчера, но мы с вами ждем, как это, у нас же есть с вами молитва, которую каждый вечер произносит, прилетит на голубом вердолете и бесплатно покажет кино, а заодно еще даст и снимок. Поэтому я просто должен ждать. Так вот, давайте перестанем ждать. Мы на этом с вами агрессе говорим следующее, через буквально некоторое время, в 11.15 мы здесь собираемся говорить о том, с помощью каких коммерческих инструментов можно зарабатывать деньги в деревне в кластерной модели, то есть буквально о практике. Завтра мы говорим, как защитить себя от рисков заболеваний, чтобы не тратить деньги в пустую, и подводим итоги работы первой цифровой биржи на 5 дней. Никто пока не смог из наших соседей создать биржу, они подключились к нам. Я вам скажу сразу одну вещь, завершая свое выступление. Уже в 2019 году, проведя поставку из России 3,5-3 1850 годов через нашу систему биржевую в Казахстан неплеменных животных. Выписка из этой базы была засчитана правительством Казахстана как экспортные сертификаты России. Каждый казах, купивший неплеменной скот в России через эту систему, получил из бюджета Казахстана 25% возмещения. 25% возмещения за неплеменной скот. Потом прокуратура Казахстана проверяла весь скот купленный в России племенной неплеменной ни одной претензии, потому что документы на получение в цифровой базе данных, которые подслеживают. Понимаете? То есть вот он поставщик, вот данные скота, вот паспорт, вот выписка, вот животных. Нет ни одной претензии. И поэтому сегодня в России есть возможность создать ассоциацию, дать ассоциациям жизнь финансовую и зависимую, дать заводчикам возможность сравнить свой столь налога. Я вам открою маленький секрет, который будет завтра на мероприятии. Головей Кострома, я же могу Головей Кострома сказать, что было, да, мы же публикуем это. Головей Кострома выставила своих пучков на продажу на тормичную площадку. 220 внец, Костромская область и цена дошла к концу лота на 264 рубля за килограмм живого веса. Столь там, алист, 230. Поставили 230, Баркбери готов продать за 245. Но там пошел чёс, три тормичных площадки начали дронить, браться за скорбью. В результате закрывается лот и что вы думаете? Нам звонит один из Игранкова, говорит, продлите сессию, я вам дам 270. 280. цена была ну вообще вот у нас порой на отбор 200 килограмм без пучков. Да, подносная, ну как, один из месяцев подъем, да. У нас 7, 8. Причем, я же повторяю, цены в разных регионах разные, да, потому что в Бурятии эта цена 180, 220 рублей. поэтому не надо свою цену как бы на всю Россию, да, каждый из нас регионализация три зоны, покупатели далеко близко, партия маленькая, большая, порода чистопородная, нечистопородная, скот разный. Я говорю о том, что ожидания были 245, пришли 264. то есть используя биржу, товарная погология на откор поднялась в цене без уговоров. Об этом речь. И сегодня мы говорим о том, что не надо пытаться на бирже продавать весь скот. Глупо. Хорошие сделки напрямую. Но мы говорим о том, что если мы хотим, чтобы у ассоциации были реальные средства, она должна быть торговцем из хода как минимум племены. И те, кто хотел бы попробовать проверить свой скот на цену, вам либо попробовать биржу. Повторяю, штрафом за то, что я отказался от сделки, потому что мне не понравилась цена, нету. Нет. Я выставил скот, я подождал 2-3 недели, я посмотрел, за что продают, либо меня это понравилось, и я продал, либо я снял и разговариваю с другими. Это инструмент разбирательства. Все плеча нет цены, нет цены. Так выставьте свой скот и посмотрите. дают за него цены или не дают. Причем по всей стране сразу. Но я заканчиваю свое выступление. Все, что вы говорите, друзья мои, с точки зрения претензий, для этого есть созданные ассоциации и союзы отраслевые, такие как Национальная местная ассоциация, Национальный союз производитель горячих. Не стесняйтесь нам писать, звонить и сообщать. Мы в конце концов должны лоббировать удобные условия зарабатывания денег вами. Наша цель в том, чтобы у вас были деньги, иначе откуда у вас средства платить нам сносить. Поэтому мы за то, чтобы вы были богатые, и не жаркие. Есть еще какие-то вопросы? Есть. Мы вчера общались с нашими коллегами из Урбежа, и вот чтобы было понимание для дороги все вполне цены, в Австралии в скутной бирже было продано полторы тысячи голов маточного стада, 38450, доллар 30 центов за килограмм. Это понимание не цены, то есть у нас гораздо выше цены, а маточная у нас еще перенасыщение рынка скотов приводит к падению цены на скот. То есть в Австралии цена дешевле, чем у нас на континенте. Причем я вам еще это скажу, вы говорили, мой товарищ возил делегацию Казахстана в декабре в Австралии. Так вот вице-премьера привели в супермаркет, говядина в супермаркете стоила у них в Австралии, как в Казахстане цена на отход. То есть просто откуда такие низкие цены? Уметь надо производить дешево и при избыток мяса регулирует цены. Пока в России в пять раз меньше скота, чем нужно рынку. Поэтому пока цену диктует владелец скота при правильном подходе. Заканчивайте. Спасибо. Действительно, мы завершаем свою работу. Дискуссии имеют очень много вопросов. мы призываем к диалогу, готовые вникать, помогать, взаимодействовать. Это самое главное. Поэтому давайте будем пытаться решать практические задачи. Это самое важное, потому что мясное скотоводство состоит, я как уже сказал, из людей. Из людей, преданных своему делу. И это очень дорогого стоит. и давайте это будем развивать, устремлять и дальше сотрудничать. Спасибо. Уважаемый Арман Владиславович, уважаемые коллеги, знаете, я бы хотел начать все-таки с главного. Это кадры. Вот сегодня с кадрами питье проблема, в том числе и в сельском хозяйстве. Надо сказать, что Российская Академия наук крайне серьезно относится к этой проблеме. Могу сказать, что буквально месяц назад прошел очень серьезный координационный совет межведомственный под руководством вице-президента Долгушкина Николая Кузьмича, в который ходят на уровне замминистров и по сельскому хозяйству, и по Минобру. Соответственно, были рассмотрены вопросы кадровой политики. И вот это действительно крайне серьезные проблемы. И то, что Роман Владислав говорит, что надо чтобы все школьники оставались, это наша мечта. Вот вы знаете, когда-то не так давно, лет 15 назад работал ректором и создал агроклассы почти в каждом районе Оренбургской области. И все было здорово до определенных пор, но, к сожалению, очень мало все-таки из тех ребят осталось на селе. А вот почему? Да потому что мы не воспитываем как раньше. У нас нет преемственности. Вот если фермерские хозяйства, они передаются из поколения в поколение. У нас есть перерыв. У нас нет этих крестьянских фермерских хозяйств. у нас нет воспитания детей в духе работы на селе. И это серьезнейшая проблема. Более того, вот если раньше в школе после завершения получали права и комбайнера в это время и так дальше, мастера машинного дают. Сегодня, к сожалению, во многих школах, точнее, практически нигде, нет воспитания рабочей профессии, по рабочей профессии, как и в колледжах, которые тоже, к сожалению, ушли. Профтехобразования нет, а колледжи, они от этого ушли. И нам, я бы хотел сказать, что для того, чтобы осуществлять программно, программно эти все мероприятия, надо этим вопросом очень серьезно заниматься. Вместе с Министерством просвещения, вместе с Министерством образования. И, конечно же, сегодня я хочу сказать, что действительно наш президент Игорь Яковлевич, Красников, президент Российской Академии Миномов, говорит о том, что агроклассы это тоже одно из направлений работы Российской Академии Миномов. А я, возвращаясь к тому совету, который я уже обозначил, не между ведомствами, так вот, комиссия именно к этому совету, Престыков, я бы так сказал, и занимается нам взаимодействием с производственными структурами, с бизнес-сообществом и с теми, кто хочет заниматься сельским хозяйством и, конкретно говоря, вот сегодня мясным скотоводством. Надо сказать, что мы вместе с Аманом Иславовичем, вместе с коллегами провели уже не одно, а несколько заседаний комиссии, они посвящены двум еще, как бы, проблемам. Это, прежде всего, развитие крестьянских сельских хозяйств, как таковых, вообще хозяйств, как таковых, которые бы исповедовали мясное скотоводство, в частности, или овцеводство, или кролиководство, или любое водство, но на селе, с тем, чтобы можно было развивать все сельские населенные пункты, которые, к сожалению, сегодня отсутствуют, я бы так сказал. Надо сказать, то, что мы и посмотрели, а как их образовать, соорганизовать, с какими обслуживающими сферами, действительно, такие у нас уже примеры есть, это крайне интересно, по Бурятии мы рассмотрели этот проект, и я очень надеюсь, что он будет работать, мы знаем, что эти проекты и есть в других регионах, но очень важно, чтобы они стали достоянием общественности, в том числе научно. И действительно, вот сам Соловьев был не так давно председателем ассоциации доводчиков казахской белоголовой, и что вы думаете, когда наши уважаемые канадские коллеги приехали в Герифорский союз, Всемирная ассоциация Герифорской породы, то никакой не хотели нас принимать, потому что ну и как мы не смотрелись, но сегодня мы, наверное, должны двигаться в сторону того, чтобы действительно племяное животноводство в весном скотоводстве было бы нормально воспринималось во всем мире. Как мне кажется, это сегодня как раз тот основной момент, который бы дал толчок в движении всего нашего сельского хозяева, потому что животноводство дает рабочие места, а раз как, то мы должны этим заниматься. И я бы хотел сказать то, что вот для этого, для того, чтобы это все развивалось, Российская Академия Наук предоставляет возможности. Есть семь советов по наиболее приоритетному направлению развития, стратегии на общественное развитие Российской Федерации. И одно из них это как раз вопрос агропромышленного комплекса. И здесь Ирина Михайловна Доник возглавляет этот совет и Роман Владиславович ей уже представил те решения комиссии, которые надо бы представить правительству. Это самый прямой путь, говоря о том, что мы рассматриваем еще и народную деятельность и другие вопросы такого взаимодействия. Я бы, чтобы не захватывать время других докладчиков на этом завершил, а если какие-то вопросы я сюда возьму отвечу. Спасибо. Спасибо вам. А сейчас я хотел бы, ну давайте не будем хопать, чтобы время было больше на разговор. Я искренне благодарен за оценку. Значит, я бы хотел очень, чтобы к нам присоединился представитель Государственной Думы, потому что законодательное собрание это важнейший инструмент в помощи нам разобраться в государственной политике. И поэтому приветственное слово мы сейчас с вами хотели получить от Николая Владимировича Новичкова члена Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, поскольку именно он очень сильно поддерживает тот самый агрокластерный проект в Республике Бурятия и максимально поддерживает развитие на Дальнем Востоке и в Сибири именно мелкотоварного всехозяйственного животноводства. Прошу дать слово Николая Владимировича Роман Владимирович Владимирович спасибо огромное. Я очень рад сегодня выступать, особенно мне приятно выступать после академика Соловьева Сергей Александрович тоже приветствую вас. Я душой и сердцем на нашем круглом столе на выставке Агресс, но сегодня пленарный день и буквально через полчаса начнется пленарное заседание, я должен там быть. я должен со своей стороны сказать, что мы в Государственной Думе уделяем колоссальное внимание развитию и мясного скотоводства и о чем правильно сказал Роман Вячеславович мелкотоварного производства. Почему это важно друзья мои? Дело в том, что так получается, что наемный труд, который исповедуют наши крупные агрохолтинги, которые сейчас оставляют основу в производстве и в российеводстве и в животноводстве, вот этот труд часто приводит к сокращению населения сельских территорий, к обезлюдению и если мы сейчас говорим о том, что с одной стороны каждый четвертый граждансия живет на селе 25%, но из этих 25% только четверть работают в сельском хозяйстве, все остальные работают в торговле, в строительстве, в чем угодно, в госфере и так далее. То есть у нас вот этот самый сельскохозяйственный уклад, о котором мы говорим, который сохраняет сельские территории, который сохраняет сельскую цивилизацию, во многом сохраняет наши традиционные ценности и духовность, он уходит. И единственный способ поддержки сельскохозяйственного уклада, сельского образа жизни, это, конечно, мелкодоварные производства, это фермеры, это ЛПХ, это те люди, которые живут своим трудом, зарабатывают в своем хозяйстве и с одной стороны решают вопросы продовольственной безопасности, а с другой, конечно же, укрепляют сельские территории. И вот тот самый подход кластерный, который исповедует и Роман Вячеславович, и Сергей Александрович, который реализуется во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, и в Бурятии, и на Кузбассе, он как раз состоит в том, чтобы люди на земле, на своей земле, вот, собственники, да, хозяева, да, создавали продукт, с одной стороны, с другой стороны, укрепляли своим присутствием сельские территории, укрепляли семейные ценности, укрепляли соседскую общину, если хотите, укрепляли тот самый социальный, хозяйский уклад, сельский уклад. Поэтому, безусловно, эти вопросы с развитием мелкотоварного производства, они не решаются без кооперации, да, и мы говорим о том, что нужны компании-интеграторы, которые будут способствовать решению общих вопросов, ветеринарность, вопрос бухгалтерского учета, вопрос реализации и так далее, вопрос молодняка, с одной стороны, безусловно, кооперация, с другой стороны, это самое мелкое товарное производство, и мы понимаем, что пределы роста отсутствуют здесь, то есть потенциал колоссальный, мы можем выйти на миллионы собственников, миллионы хозяйственных единиц, хозяйствующих субъектов, которые экономические вопросы решают и укрепляют наше село, на наши сельские территории. Коллеги, посмотрите, у нас самая протяженная страна в мире, да, да, урбанизация неопротивный процесс, но мы не можем потерять сельские территории, обезлюдивание, это страшная болезнь, с которой, конечно, нужно бороться, и вот поддержка мелкотоварного производства, в первую очередь, животноводство, это стратегическое направление, 28 февраля у нас будет круглый стол, который, в Государственной Думе, который будет посвящен именно развитию малых форм хозяйствования на селе, поэтому я призываю, предоглашаю всех принять участие, кто будет проводить комитет по оградному вопросу, не мой комитет, но, создаются коллеги, партнеры, наши друзья, вот, 28 февраля в Госдуме по возможности принять участие, и, еще раз повторяю, я душу и сердце с вами, я искренне поддерживаю те начинания, которые реализуются и Роману Вячеславовичу, и Российской Академии Наук, и Оренбургскими товарищами, я с ними дружу, и в ближайшее время туда поедем, чтобы им помочь и поддержать, вот, поэтому, коллеги, спасибо вам огромное, что мы всем этим занимаемся, что мы этим тем поднимаем. Секрета нет, и действительно, первая ключевая проблема в том, что на сегодняшний день в России нет такого понимания, как с точки зрения государства, как вектора направления мясной скотовоз. Нет такого. Да, оно где-то прописано как меры поддержки, но стратегического документа управленческого нет, и такой документ должен быть. Мы помним, что на заре 2009 год это был дан старт Алексею Васильевичу Гордееву, это великий, да, человек для России, для аграрного сектора. В 2011 году была разработана стратегия развития мясного животноводства до 2020 года, в которую уже в 2011 году, то есть 13 лет назад, закладывались задачи по поддержке интеграции крупного и мелкотоварного производства. однако проблема в том, что механизма предложено не было. Деньгами эту интеграцию не создашь. Нужен механизм. Для того, чтобы выработать такой механизм, конечно, нужно найти проблемные места, проблемные точки, и их целый ряд. Я не буду сейчас грузить всех, я просто остановлюсь на тех, которые я вижу, и я хочу ими поделиться, про которые мы не должны забывать, и они являются достаточно такими базовыми. Если мы не подумаем, как их решить, с развитием мясного статологства будет все так же, как и сейчас. Будем болтаться около нуля. И я выделю всего две проблемы. Первая проблема это отсутствие доверия. Доверие национального это определенный культурный ход, как говорит Александр Александрович Аузан. Если бы мы жили с тем доверием, которое есть в скандинавских странах, в Швеции, в Норвегии, то у нас бы мясное статологство уже давно выросло, и мы бы опередили, может быть, догнали Америку точно. Эту проблему решить весьма сложно. она не решается быстро, но рецепт пока видится один это прозрачность отношений, это честность, открытость, информация, а для этого эти отношения должны быть описаны, и информация должна быть понятна и доступна. А здесь вопрос образования фермеров, вопрос понимания людей, куда они двигаются, что они достигают, какие результаты получат, очень важно. И вторая проблема, основной ресурс в мясном статологстве, это что, земли? при этом земли, которые не востребованы, которых в стране ну предостаточно, и муниципалитеты не знают, что с ними делать, их надо как-то вовлекать, сесть в полз оборот, на них ничего нельзя сеять, или это неудобно, или в труднодоступных местах, естественно, мясное статологство готово туда прийти, но это люди, люди, конкретно фермеры, которые готовы начать, но у них нет ничего за душой, кроме желания служить земле, природе, и поэтому я, кстати, вспоминаю опыт США, который США начинало мясное статологство с чего? С раздачи земель, раздали земли, которые не востребованы в индустриальном производстве, для строительства дорог, и на этих землях возникло мясное скотоводство, потому что другим там ничем не занимаются, нечем там заниматься, там нет нефти, но мясное скотоводство эти земли освоило, и напрашивается предложение, это серьезно, давайте подумаем о том, что такие земли под мясное скотоводство начинающим фермерам можно раздать. Да, это можно сделать в виде эксперимента сначала в каких-то регионах, но это один из векторов стратегических. Вот я хотел обратить на эти проблемы внимание, они может быть кажется на сегодняшний день, да это какая-то теория, да это какая-то культурная история, дай нам бизнес покажи. Нет, это проблема, которая не даст нам бизнес. Спасибо. Максим, Максим огромное, я хотел бы на последнюю фразу заострить ваше внимание, как ведущий модератор, есть люди, которые состоялись и которые привыкли решать вопрос сами. Они способны стать скажем, чуть больше, чем просто фермерами, у них есть лесопилка, у них есть бензоколонка, у них есть еще что-то, а заодно мясное скотоводство. И дай мне вот это и не мешай, я все сделаю. Мы решаем проблемы людей, у которых нет ничего. Мы говорим о школьниках, которые выходят в семей, которые не могут их отправить в Москву на обучение. Мы говорим о десятках и сотнях тысяч людей, которые хотят в деревне жить спокойно и у которых нет за кубышкой возможности купить за 40-50 миллионов себе личный бизнес. Сегодня мы говорим о том, что мы хотим, чтобы в России появился класс людей, которые уверены, что они имеют будущее, не будучи детьми обеспеченных семей. И сегодня Академия наук в нашей комплексе думает о том, каким образом создать условия для того, чтобы людям в деревне был шанс, несмотря на отсутствие в их семье денег. Это сложно, но возможно. И определенный опыт в этой работе, и определенные знания, в том числе, несут спикеры. Вот, пожалуйста, Светлана Ильич, ваш рассказ и именно о кластерной модели. Уважаемые коллеги, можно презентацию, пожалуйста? Пока презентацию включать, я хочу, конечно, даже на фоне доступающих несколько вопросов, резюмируя, знаете, все-таки у России всегда был свой путь развития. конечно, сейчас очень ценен некий такой путь, я своим даже ученым говорю, может быть, иногда не надо запретать велосипед, надо просто взять что-то и усовершенствовать. Те же самые модели. Конечно, то, что на данный момент мясное скитоводство, они всегда стремились к мясному поясу России, который будет состоять источник. не просто линия пунктир, да, а будет линия, сплошная линия, где неудобия будут заменены теми мясными хозяйствами, которые этим будут заниматься. И всегда не надо стремиться к тысячам, да, надо стремиться к тем объемам, которые мы способны переварить, переварить, чтобы была интеграция между какими-либо интеграция между производителями. И сейчас мясное скитоводство в условиях роста поголовья и усвоения сельских территорий является дополнительным импульсом для развития других направлений экономики. Если мы говорим, что в мясном скитоводстве одно рабочее место, а в сопредельных оно дает порядка 6-7 рабочих мест. Поэтому, несмотря на те трудности, которые возникают при каких-либо обстоятельствах, мы должны знать, что через 3-4 года создания рабочего места в местном скитоводстве мы получим уже другие, более качественные места и на других производствах. кроме поиска эффективных отраслей, важно отметить любое значение про что я сказал смежной отрасли. Это зерновая отрасль, отрасль переработки, кожевенная отрасль и те отрасли, которые представлены на слайде. И принципиальным элементом эффективности кластера мясном скитоводстве является глубокая специализация, которая решает три важные задачи представлены. И необходимо отметить, что в значительной мере продукты отрасли мясного скитоводства является, конечно, живой спорт. и когда мы думаем, что в принципе большое вложение, большое вложение теленок растет, конечно, увеличивается, в него вложены деньги, но это тот продукт, который никогда не потешевеет. Никогда не потешевеет, он будет иметь неким залогом того богатства человека, который в него вкладывает и труды, и труды, и закрады. Создание на слайде представлено создание отрасли, из чего она складывается. Это, в первую очередь, племяное хозяйство, это фермерские хозяйства, которые берут на недорогих телят и себе на отбор. Это сервисные центры, которые интегрируют данные возможности, и, конечно же, отборничные площадки, которые передаются для дальнейшего роста этих животных, и, соответственно, передаются на мясо, комбинаты, на мясо-комбинаты, и тогда уже в частные реализуемые товары. Что самое важное в этом? Самое важное то, что фермер знает, за какую цену у него купит, и он тогда формирует ту цену, которая для него важна. для этого здесь же важны, конечно, в первую очередь и биржи, и биржи, потому что, правильно, для каждой отрасли, для каждого региона своя складывается цена. Я потом попозже, например, в Гуарьбургскую область, в частности, по цене. Далее, далее. Ну, вот здесь на схеме представлен типовой фермерский пластик, о чем я сказал, что было бы представлено здесь. Здесь, в принципе, главное, главное действующее лицо, это, конечно, фермер. Это тот человек, который знает, как получить, где вручить, и где сэкономить, в первую очередь. Отрослое числа фермерских предприятий и развивается структура и оборот с рисовательными животными. Здесь идут многие новые технологические схемы возникают, и циферизация, и смена менталитета, потому что, в частности, сейчас фермер, это тот звенок, о котором мы вспоминаем, когда нужны деньги-показатели. Ну, и, соответственно, сам по себе кластер местного скотоводства, она решает множество задач, которые принципиально важны для роста экономики. инструменты. Четыре инструмента, четыре задачи, четыре вопроса, они необходимы, важны, и для нас с вами являются тем драйвером, которые в дальнейшем будут взаимодействовать, и нам как науке давать те знания и новые технологии, которые мы будем на них разрабатывать и апробировать, естественно. Принципиальные схемы, принципиальные схемы от начала, точка отчета, материнская стада, 50 голов. По этой схеме любой фермер, прочитав свои затраты, может в дальнейшем идти вперед. Здесь у нас в зале есть большой наш друг в Саратовской области, он, я думаю, задаст вопросы и нас в некоторой степени поправит. И я хочу некий пример по Оренбургской области дать. Конечно, в каждой области есть федеральные региональные субсидии, как раз именно которые идут на фермерские развития фермерского движения. В 2023 году в Оренбургской области 6 семейных ферм получили гранты на сумму 110 миллионов рублей. 116 грантов выдано агро стартапам на сумму 432 миллиона рублей. Это дополнительно вовлечь, это позволило дополнительно вовлечь в сельскохозяйственную кооперацию 293 члена. Конечно, фермерские движения, фермерские хозяйства, мелкие товары, оно имеет плавающую модель. У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Но самое главное, что если останутся 90% и те деньги, которые выданы государством, реализуются в дальнейшем, для нас это будет большим поспорьем. И в этом году у нас первый рост по мясному скоту порядка 4% по области. Я хочу, уважаемые коллеги, в заключение сказать, что мясное скотоводство это драйвер экономики, это является основой продовольственной безопасности, и я хочу, чтобы в наши прелии бегали не бизоны, а дикие мясной скотоводства. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Слава Ильич. Я обращаю ваше внимание, все, что мы сегодня говорим, мы пытаемся не то, чтобы опровергнуть, мы пытаемся совершенно конкретно уточнить, что мясное скотоводство больше, сейчас, сейчас я просто договорю, больше, чем мясное скотоводство. Ну, хорошо, если есть вопросы, давайте не с девушки начнем. Не, я понимаю, до этого бизнеса у Маломошенко Тамбургской области. И как раз у нас мы выращиваем мясной скот, в этом году мы приняли решение перейти на моносады, перейти на ангусы. И вот с какой проблемой мы постоянно сталкиваемся. Во-первых, нет цены на мясо. То есть мы пытаемся сдать скот, перекупы буквально занижают до 100-110 килограмм живого веса. Это первая проблема. И хотелось бы вам задать вопрос, есть ли такая идея установить какой-то минимум цен, ниже которых продавцы и наши покупатели не могут эти цены уронить. не продолжайте. Можно ответить сразу? Да, да. В начале нашего мероприятия я говорил о том, что завтра мы будем подводить итоги клуба биржевой торговли. Тамбовская область должна торговать на электронной бирже, потому что вы свободны от ограничений регионализации. И Костромская область такие же фермеры выставившие скот на кормочной площадке получили рост цены с 240, которые они ждали, до 265 рублей в килограмм живого веса. Поэтому речь идет о том, что решение есть, о нем мы говорим, но, к сожалению, Россия больше, чем наши возможности информационные. И поэтому у меня к вам просьба. Вот сидит руководитель биржи российской Иван, как только кончается мероприятие или прямо сейчас подсаживайтесь и проговаривайте, как ваших животных с вашего предприятия через брокерскую систему вывоз торги и вы будете видеть цену, которую предлагает большой спектр людей, которые заинтересованы в скоте. Понимаете, проблема в чем? Вот Раменский мясокомбинат ищет от 7 до 8 тысяч голов скота в год. Мираторг покупает от 10 до 11 тысяч голов в месяц. Мираторг в очень жесткие условия. Я сейчас подождите. Оренбиф нуждается примерно в 15 тысячах голов скота в месяц. И я могу перечислять вам всех, когда мы попробовали посчитать первые 10 крупных переработчиков дефицит свыше 200 тысяч голов в год. А дальше возникает интересная ситуация. Мы же друг другу звоним, проблема, о которой говорит Максим доверие, и один говорит, ну у тебя наверняка мусор, поэтому рубль дам, я за 10 даже говорить с тобой не буду. Бросают трубки, поворачиваются ко мне и говорят, нет цены на скот, нету скота в России. Есть. Нету? У нас есть. За рубль нету, значит нету, раз за рубль нету. И поэтому начинается совершенно конкретная, не имеющая к бизнесу ситуация. Поэтому надо перестать друг другу по телефону морочить мазки. Мы говорим, перекуп, который честный и справедливый, должен стать брокером. Он должен заключать договора с людьми и выставлять скот лотами на бирже. И зарабатывать на этом деньги. Поэтому ваш вопрос, вот ответ, готовый немедленно ваших животных выставить на продажу для всей страны в видном образе. Передайте микрофон. Вот, вот, да. Иван, 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 Кластер, вы уже, как говорится, пропагандируете на протяжении не менее десяти одномаградных дж. Вот, я не принадлежу вам, 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 я просто трошу твою жизнь. И все же не совсем все-таки понятно. В общем, Юг, Восток, Россия, Амин, Иван, 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 как вы представляете в этом районе будет интегратор, который в этом кластере составляет основную как лучевую жизнь. Слушай, прямо, у нас как дорожно получается. А теперь в этом же ряду свободное кресло, садись с интегратором, который семь лет подряд интегратор, семь лет подряд интегратор с практикой по нашей модели. Это случай единичный и более. Нет, я больше скажу, модели интеграторов используют картофелеводы и производители зерна. Когда они дают семенной материал фермерам, те для них сеют, а они потом собирают. Поэтому кластерные модели во всех вещах используются. Дальше. Домоты, 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 Саратов, Орисбург. Вы меня вы спрашиваете или говорите? Если спрашиваете, отвечаю. Домоты на Кавказе построила интеграционную схему с овцеводством уже сейчас и они соответственно стимулируют отара овец у фермеров, а от кормочной площадки переработки у них в Домоте. Поэтому это просто крупный бизнес в овцеводстве, который эту модель уже использует как бизнес. Поэтому если вы хотите сказать про Россию, я вам скажу так, Россия проблема, номер один, доверие. Да, Максим? Поэтому какие тут интеграторы? Денег дай, отойди. А работать? Какой работать? Ты мне денег дай. Все. В мире по-другому не работает. И в России частично уже это работает. Поэтому если мы будем с вами говорить, так, у вас всего четыре успешных проекта, пока не будет двенадцать, я вам не верю. Ну так это же ваше право. Живите счастливо. Он говорил о доверии. Желание и больше ничего. Мы говорим о доверии. О доверии. Желание есть. Ну окей. У нас есть желание, учитесь друг другу доверять. Давайте Иван вам что-то скажет. Сейчас еще нет. Да. Экономика будет. Все наши экономики, которую вы считаете, она к выпасу. У нас надо 50% затрат идет на карманы. 6-7 месяцев надо кормить и только 5 месяцев выпас. Разница огромная. Но когда нароскопная часть она первая же на карманы, техника, куда мы это не уйдем. Это не штат Америки не Брожилии. Поэтому вся экономика, которая сегодня у нас почти нет экономики. Нет прибыли. В свое время в 2009 году была принята программа хорошая. Я-то сейчас вас знал почему она. Ну для того, чтобы поднять на тот этап Мироток. Когда Мироток стал на 1, более-менее все нормально. И сегодня он берет кредиты по 3,5% ему можно жить. Но когда нам сегодня будет египет по 16-18 уже по 20% нет никакой экономики не собственной помощи. Поверьте. Я скажу. Я вижу еще что можно сделать. Что мы сейчас говорим. Завтра кто-то кинули на начной спорт. Через 5 лет к к надо выработать эту определенную программу. Вот вы великие хорошие ученые мужи соберитесь комитет кого-то нас знает и посоветует. У нас есть рецепт за 15 лет я вижу сегодня перечислил по местному скоту. Но при том, что сегодня нам такая ровная система ничего не будет. с удовольствием будут заниматься хорошо все полностью доложат деньги а через 5 лет будут ругать всех нас вас. Спасибо Иванович. сейчас скажу если какие не значит в этом плане программа то что есть я вас просил завтра выступить когда мы будем говорить о таком листах чтобы все бросили это дело. вы сегодня начинайте я про это все расскажу я хочу чтобы послушали люди которые наукой занимаются мы вас слушаем мы вас 10 лет слушаем и с радостью увидим что вы каждые 10 лет бросаете этот бизнес вот уже 10 лет скоро будет 11 пусть нас услышат эти люди пусть работают программу я все таки еще дошкали потом люди эти не ругали нас землю осваивать все привлечь молодых но когда нет экономики нет арифметики я понял вы нас убедили зря собрались но давайте все таки перейдем дальше к следующему вопросу значит смотрите вопрос Иван Иванович имеет отношение к частной теме но с другой стороны он прям вот все что мы говорили в начале высвечивает значит начну коротко Иван Иванович то что он пропустил сегодня в Австралии цена маточное поголовье доллар 60 доллар 60 заматочное поголовье покупки на живой вес мясо там в два раза дешевле чем у нас в России и эта страна зарабатывает 9 миллиардов долларов на торговле мясом и скотом а у нас снег все мы умерли значит в этом смысле надо разбираться не на уровне что у Ивана Ивановича что-то не получается поэтому давайте придумаем программу для этого и есть отраслевые союзы где надо в режиме реального времени собираться и искать ответы на вопрос где экономика потому что если мы будем друг другу кидать фразы это не решает проблему экономика это расчет и тишина кабинетов а не публичные заявления на форумы давайте вернемся к теме о которой говорит мясное скотоводство в сегодняшнем форуме не вопрос как заработать бизнесу инвестору мы говорим зачем оно нужно людям в разных странах и в частности в России и мы начали с того что мясное скотоводство это 6 рабочих мест против одного что это социальная проблема развития деревни без другого не будет и сегодня у нас есть представитель бизнеса который по поручению правительства Астраханской области получил поручение найти способ решить проблему опустынивания и потери Астраханью плодородных земель мы говорим о том что мясное скотоводство в том числе может использоваться правительствами регионов для того чтобы создать условия формирования гумуса на землях которые мы теряем для плодородия поэтому экономика отдельно мы сейчас говорим немножко иное если уметь заниматься мясным скотоводством оно решает в том числе проблемы связанные именно с этим прекрасно понимаем что не хватает кадров не хватает людям работы соответственно не хватает денег и для того чтобы создать благоприятную среду для жителей сельской местности надо что-то что-то им дать что-то нужно придумать для того чтобы они зарабатывали и хорошо себя чувствовали поэтому мы нарисовали вот такую некую дорожную карту в которой есть например какой-то населенный пункт и вообще мы сейчас говорим о тех регионах где с плодородием почвы не все в порядке мягко говоря для примера вот мы взяли Астраханский область значит давайте возьмем любой там населенный пункт я имею ввиду село Астраханской области и посмотрим что с этим можно сделать ну наверное в селе проживает какая-то там классическая семья где есть папа, мама двое детей двое родителей пенсионеров ну и для них мы соответственно начали придумывать какую-то работу для детей и пенсионеров мы подумали что наверное можно было сделать мини ферму по выращиванию перепелок на 300 голов ой на 3000 голов каждую это некое мини производство которое даст возможность людям зарабатывать там от 50 до 70 тысяч рублей в день ой ой извините в месяц потратить на это нужно 2-3 часа в день не больше все это будет основано на базе Шипиловской птицефабрики которая находится в Подмосковье собственно Шипиловская птицефабрика и придумала этот проект для любого населенного пункта к этому мини производства это к вопросу о кластерных моделях мы говорим о том что кластерные модели во всех видах мелкокотоварных жирноводства находят свое воплощение я поэтому просил Владимира говорить не про мясное скотоводство к местному скотоводству мы сейчас подойдем потому что на самом деле это производство которое даст нам возможность восстановить деградированную землю которую потеряло плодородие так вот вот эта мини ферма стоящая на участке любого там сельского жителя она подключена к большой системе к системе мониторинга именно филиала Шипиловской птицефабрики которая будет создаваться в этом регионе соответственно Шипиловская птицефабрика обеспечивает мини производство формом для птицы меняет птицу собирает яйцо а дальше сама все это дело реализирует поэтому сельскому жителю заботиться о том куда это деть продукцию абсолютно теперь мы давайте немножко поговорим все таки о местном скотоводстве по уверению наших специалистов в местном скотоводстве оптимальное поголовье стада которое мы можем выращивать это пять тысяч голов так вот исходя из этих пяти тысяч голов я хочу вам показать расчет того конечного продукта а это компост который нам необходим для возрождения полгородия почвы вот посмотрите пять тысяч голов это порядка сорока килограммов выхода навоза от одной головы каждый день в итоге получается двести тонн навоза суп после производства манипуляции определенных ферментация обычная переработка навоза классическая с помощью ворошителей но единственное что мы добавляем от себя наши компании занимаются микробиологическими препаратами и соответственно у нас есть инструктор навоза который в течение двадцати максимум двадцати пяти дней превращает навоз в ферментированный компост в итоге у нас получается что в день мы можем в сутки мы можем получать до 150 тонн готового навоза который соответственно определенным образом по определенной технологии мы будем вносить в степь в общем в ту почву которая требует возрождения ну понятно с навозом либо мы внесли либо мы его продали кому и в итоге получается следующее что 155 тысяч голов крупного рогатого скота за год может произвести нампоста для того чтобы выгродить плодородие почвы на 1825 гектарах ну а исходя из более крупного количества скота кровли это все дело соответственно увеличилось ну наверное для того чтобы эффективно использовать то поголовье которое оно выросло наверное имеет смысл поставить комплекс у пояса скота для того чтобы не возить это все живым весом где по дороге теряются я так понимаю и масса животных и животное получает стресс все это можно делать на месте рядом с комплексом выращивания понятно что для того чтобы переработать 200 тонн побочных продуктов животноводства необходимо построить некий комплекс по переработке для этого мы знаем какое технологическое оборудование нужно мы его уже используем поэтому нет проблем повторюсь у нас есть еще и микробный деструктор для навод для того чтобы каким-то образом сберечь восстановленную почву и восстановленные территории над которыми мы работаем соответственно нужны лесозащитные полосы еще в 48 году еще Сталин известил нас о начале программы под названием «Великий план преобразования природы» как-то после его смерти он развалился но сегодня этим нужно заниматься однозначно потому что мы в итоге не сохраним ту почву которую восстановили без лесозащитных корпусов ну и соответственно на восстановленных территориях мы можем заниматься рассееводством совершенно спокойно и например потенциал то же самое Астраханская Куперния очень очень высок просто нужно дать возможность земле вдохнуть для того чтобы она давала больше урожая соответственно может быть надо вернуться к операции которая была когда-то раньше я не знаю работает она на сегодня или нет это сделать централизованные торгово-закупочные центры со складскими комплексами для того чтобы фермеру можно было куда-то достать свою продукцию не выезжая там с пределом региона ну и для того чтобы все это дело обслуживать безусловно нужна техника содержать ее на каждом из производств это очень дорого и мы думаем что наверное имеет смысл вернуться к машино-тракторным станциям которые были в свое время еще при Советском Союзе ну в общем вкратце наверное это вся наша концепция развития сельских территорий есть вопросы давайте поговорим на эту тему сель у Субтитры сделал DimaTorzok